Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре. Культ просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И после небольшого перерыва мы продолжаем нашу беседу в поиске общего культурного и политического пространства в Латвии. Мы знаем, что в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных именно с процессом интеграции, но мы все-таки не сдаемся, пытаемся найти общее, все то, что объединяет наше общество, несмотря на наше разнообразие. И сегодня в гостях у нас представители Федеративного или Федерального Союза русскоязычных родителей Германии. Это интересная организация, которая объединяет в себе целый ряд других организаций, которые стараются работать с русскоязычной аудиторией в Германии, в обществе, которое стремительно меняется. И на протяжении последней недели, последних пяти дней, наши гости, гости из Кёльна, участвовали в третьем цикле рижских бесед. Напомню, что первые рижские беседы начинались в 2018 году при поддержке Федерального министерства иностранных дел и посольства Германии в Латвии. И мы обсуждали темы, связанные с коллективной памятью, с встречами и возможностями общения молодежи, школьников из разных стран на тему гражданского общества в Европе. Сегодня мы продолжим нашу беседу, потому что только что сегодня закончились рижские беседы три. У нас обязательно будет продолжение, поэтому сегодня мы могли бы оглянуться назад и посмотреть, чем мы занимались на протяжении последних четырех дней, какие темы поднимали и каковы результаты наших бесед по мнению сегодняшних гостей. Поэтому это вы, возможно, не видите или видите только в ограниченном количестве, но сегодня у нас, что называется, полная горница людей. Пять гостей из Кёльна. Большое спасибо, что вы нашли время, приехали, участвовали на протяжении всей недели в дискуссиях, в пленарных заседаниях, выступали с рефератами, а также разрабатывали вместе с мемориалом Жанни Салипке стратегию, стратегию для будущего политического образования или гражданского образования в форме Дома Мужества, который в ближайшее время будет создан рядом с мемориалом Жанни Салипке, работу которого мы довольно детально освещали в наших программах. Уважаемые радиослушатели, вы неотъемлемая часть нашей дискуссии, поэтому прошу вас, присоединяйтесь к нашему эфиру, участвуйте, задавайте вопросы, высказывайте свои мнения и впечатления по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939, а также посылайте свои мнения и отзывы на номер в WhatsApp 2061-91. Мой коллега Евгений Копеин, звукорежиссер, сегодня помогает нам обеспечить техническую часть нашего эфира. Итак, я думаю, мы могли бы начать с того, чтобы представили наших гостей, мы могли бы понять, кто вы, чем вы занимаетесь, и тогда продолжим нашу беседу. Я полагаю, начнем слева направо, прошу. Добрый день, дорогие слушатели, дорогие зрители, меня зовут Владимир Вайнберг, я, так получилось, последние 12 лет руковожу Союзом русскоязычных родителей Германии, но все подробности чуть позже. Владимир, бывший рижанец, хотя бывших рижан, конечно же, не бывает. Бывших рижан не бывает, я действительно первые 29 лет своей жизни прожил в Риге, работал и в школах, и во многих местах этого города, это мой действительно любимый родной город, и я всегда здесь рад быть, тем более, если своим каким-то опытом уже 23-летней жизни в Германии, я могу помочь развитию институтов демократии здесь, в Латвии. Благодарю. Продолжаем знакомство. Добрый день, меня зовут Виктория Голуб, я координирую проект по работе с родителями в Союзе русскоязычных родителей Германии. Благодарю, Виктория. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я тоже координирую проект в Союзе, и также я историк. Да, добрый день, Юрий Сергелис, политолог, регионовед Восточной Европы, и уже в течение почти 5 лет работаю в Союзе русскоязычных родителей Германии, и веду там проекты по гражданскому образованию. Благодарю. Добрый день, меня зовут Ксения Дятловская, в Союзе я занимаюсь темой интеграции русскоязычных в общественно-политическую жизнь Германии, руковожу проектом «Учиться участию», который непосредственно направлен на то, чтобы вовлечь людей в общественно-политический дискурс в своей стране. Благодарю, Ксения. Теперь мы знаем, кто вы, и я думаю, мы могли бы углубиться в первую часть нашей программы, в рассказ о том, каковы основные вызовы для интеграции русскоязычного населения, вы видите в своей работе в немецком обществе. Может быть, перед этим еще предварительный вопрос. Вы, кто длительно живете в Германии, как вы наблюдаете трансформации немецкого общества? Что происходит прямо сейчас на ваших глазах? Как бы вы охарактеризовали общество, в котором вы работаете с русскоязычными гражданами и не гражданами немецкого общества? Ну, давайте, наверное, начну я. Я, по-моему, даже из вот нашей пятерки, ну, дольше всего, один из тех, кто дольше всего живет в Германии, с 1998 года, и достаточно многие процессы изменения миграционной среды в Германии я застал, что называется, вживую, и в разных качествах, не только в качестве руководителя общественной организации, которая работает с мигрантами, но даже просто в роли обычного приватного человека, который наблюдал за всем этим. А вы знаете, Германия, вот часто говорят про Германию, и действительно, Германия достигла серьезного уровня интеграции людей разных национальностей в жизнь страны. Но это было так не всегда, и отношение к мигрантам менялось в ходе практически уже 50-летней истории Германии. Почему я говорю 50-летней? Потому что, ну, конечно, мы все помним о первых гастарбайтерах, которые приехали в середине 50-х годов, и эта категория людей менялась несколько раз, менялись страны, откуда приезжали эти так необходимые для экономики, для промышленности Германии люди. С другой стороны, ну, вот если говорить про нашу группу, мы уже продукт последней, третьей волны миграции из постсоветского пространства, из республик бывшего Советского Союза, если считать всю историю 20-го века, так сказать, за первые две волны. Понимаете, у нас, вот, например, наша группа, наверное, легче всего рассказать на отношении именно к нашей группе, русскоязычные, или, назовем ее шире, люди из бывшего Советского Союза. А мы очень гетерогенная группа, мы группа, которая состоит из разных людей, и, наверное, с одной стороны, должен быть и какой-то общий подход государства к подобным группам, к подобным диаспорам. С другой стороны, важно учесть особенности каждой из таких групп, учесть особенности исторические переезда этих людей в Германию, учесть особенности, может быть, какого-то у некоторых групп травматического прошлого в тех странах, откуда они приехали. Если говорить про нас, то, конечно, основу нашей группы составляют прежде всего немцы из Советского Союза и евреи из Советского Союза, поскольку эти люди переезжали жить в Германию в соответствии с государственными договорными программами, в одном и втором случае. За последние вот 30 лет этой эмиграции в нашу группу русскоязычной влились довольно много представителей смешанных семей, довольно большое количество студентов, которые учились в Германии и остались. Надо сказать, что основное, с моей точки зрения, основное, при всех плюсах и минусах, потому что Германия это тоже не, так сказать, не земля обетованная, где все, так сказать, подается сразу и в готовом виде, но совершенно четко видно желание государства включить людей в жизнь своей страны. И не только создать экономические предпосылки комфортной, полноценной жизни человека в стране, куда он, может быть, недавно или не так давно приехал, а сделать так, чтобы человек чувствовал еще моральное удовлетворение и чувствовал себя частью этой страны. Мне кажется, вот это самое главное. И вот этот принцип, он присутствует и в работе нашего объединения, вне зависимости от того, о чем вот в контексте работы с родителями мы говорим, вот в этом мы сходимся, по сути дела, с усилиями и представлениями и установками государственных органов, которые занимаются интеграцией, как сделать так, чтобы человек мог сказать, это моя страна. Я не просто живу в каком-то квартале изолированном Кёльна, Берлина или Мюнхена и соприкасаюсь с жизнью в Германии только в магазине или когда мне волей-неволей приходится выходить какие-то социальные органы или куда-то еще к врачу. Поминай Довлатова, а я в эту Америку и не хожу. Вот, 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 вот. Мы хотели бы, чтобы люди все-таки ходили в эту самую Германию и могли себя как-то идентифицировать с этой страной, чтобы они не только жили, что понятно и ясно, ностальгии по тем странам, откуда они приехали, по каким-то, может быть, возможностям, если говорить о людях там среднего и более старшего возраста, может быть, по каким-то моментам связанным с их молодостью, но как сделать так, вот это очень интересная вообще история, симбиоз, чтобы и самое лучшее из того, что мы привезли туда, сохранить, ну вот, можно много спорить про слова, традиции, я не знаю, какие-то семейные ценности и так далее, вот как это соединить с представлениями, с какими-то установками, с какими-то особенностями той страны, куда ты приехал, и каким-то образом, вот мы много дней сейчас говорили, и для русскоязычного слова, для русского уха, наверное, это звучит несколько пафосно, но мы говорили, вот и на, собственно, встрече нашей, на этой конференции, Рижские встречи 3, с нашими коллегами из Риги, о создании политической нации, собственно говоря, это во многом то, это красиво звучит, это может быть так звучит, если обычный человек слушает это словосочетание, слышит его, это как-то ему кажется, что это далеко, какая-то политическая нация, но другими словами говоря, если перевести это на простой уровень, каким образом масса народов, масса национальностей, которые живут в одной стране, многочисленные, разнорелигиозные, с разными какими-то представлениями, как из них сделать я даже не побоюсь этого слова патриотов своей стороны, сейчас мы обычно любим вспоминать знаменитое выражение, по-моему, Бердяева, если я правильно помню, что патриотизм – это прибежище негодяев, последнее прибежище негодяев, так говорил Бердяев, но это другой контекст, этому слову можно придать ведь совсем другой, позитивный смысл. Спасибо. Ксения, скажите, а если мы говорим о некоторых негативных явлениях, о тех факторах, которые, может быть, мешают стать частью общего политического пространства, о котором Владимир говорил, что бы вы могли перечислить, каковы эти преграды? Да, ну, для начала, наверное, скажу, что, чтобы достичь вот тех высоких целей, про которые только что говорил Владимир Вайнберг, это необходимо каждодневная, кропотливая работа непосредственно с целевой группой. И чего этой группе целевой и нашей не хватает, русскоязычной, это, наверное, все-таки информации и какой-то практической поддержки. Нужно представить себе русскоязычных мигрантов, которые приехали в другую политическую систему, в другую политическую культуру, которая постоянно тоже видоизменяется, постоянно происходят какие-то события, и им необходимы ориентиры. Это те знания, знания о правилах игры, которые необходимы и необходимы им для того, чтобы понимать вообще, что происходит в стране и каким-то образом еще и в этом процессе участвовать. Что мы наблюдаем, так это действительно, с одной стороны, классические проблемы, которые сталкиваются с мигрантами, это не знание языка, не знание структур, не знание институтов, к которым можно обратиться, и принципов, по которым они работают. Это, конечно, и тема о политичности, то есть не имение опыта, это участие, непонимание зачем, определенный скепсис к этому процессу и вообще к пониманию демократии, правового государства. Тема Европы тоже довольно, отношение такое довольно скептическое, которое, мне кажется, оно связано с каким-то непониманием, с отсутствием, может быть, каких-то знаний на эту тему. И вот по этим вот пунктам, которые я вот назвала, попытка показать вообще весь спектр возможностей, попытка показать, каким образом можно в этом процессе участвовать и какую выгоду еще от этого процесса демократического получать. Этим мы занимаемся, для этого необходимы знания, необходимы навыки, необходимы определенные компетенции, и вот это та практическая работа, которую мы делаем. Юрий, на самом деле, я думаю, что никто из нас не будет возражать против тезиса о том, что политическое участие это ведь все-таки встреча, скажем, двух пространств. Это не только мое желание быть частью политики, но это еще и желание партии воспринять меня как таковым, предложить мне участвовать, открыть мне двери для этого процесса. Как вы оцениваете отношение к русскоязычным избирателям и, может быть, потенциальным политикам со стороны классических партий, представленных в Бундестаге на протяжении десятилетий? Может быть, такая короткая панорама? Абсолютно не свои правы. У нас, говорят, в Германии интеграция или вообще участие не является улицей с односторонним движением. То есть для встречи необходимо, чтобы обе стороны двигались, и в этом плане партии, особенно последние годы, активизировались, немного изменились отношения. Долгое время поздние переселенцы немецкой эмиграции, то есть немцы из Советского Союза считались традиционными избирателями христианских демократов, партии ЦДУ, и это другими партиями, в принципе, сильно не оспаривалось. Но по мере того, как второе и третье поколение, которое уже выросло в Германии, начало артикулировать свои политические преференции, другим образом, по мере того, как другие группы приехавших тоже начали получать гражданство, наши, я сейчас говорю, в целом о русскоязычных политических преференциях, начали размываться. И сейчас все больше партий привлекают свои ряды русскоязычных граждан, и обращают на них внимание. На последних выборах в Бундестаг, которые прошли сейчас в сентябре, в парламент в Бундестаг прошли, насколько мне известно, три человека с постсоветскими корнями, от партии СПД, до ЦДУ и АФД. Соответственно, уже разные политические направленности представлены. А сколько всего избирателей русскоязычных? Всего в Германии около трех миллионов человек или более трех миллионов человек из постсоветского пространства или Советского Союза, и они составляют, в общем, около трех процентов избирателей. Из трех процентов трое человек попали в парламент. Да, это мало, конечно, если учитывать, что парламент у нас нынешний будет более 700 членов иметь, соответственно, 3 процента были бы около 20 или более 20. 20 депутатов. Такого представительства пока что нет, но это уже прогресс, что вот три человека сейчас будут сидеть в Монастаге. Еще короткий дополнительный вопрос. Традиционные парламентские партии открывают для себя нового русскоязычного избирателя и, может быть, потенциального политика. А есть какие-то преграды, есть какие-то стереотипы? Сам избиратель русскоязычный чувствует эти стереотипы со стороны партии? Есть пространство, где это обсуждается? В разных партиях, на самом деле, по-разному немного подходят к набору кадров, можно так сказать. Партии консервативные, они, скорее, очень традиционно имеют структуру, очень устоявшуюся структуру, через которую пробиться, не начиная путь этого самого детского сада, практически невозможно. Без связи, без знакомств, без какого-то там поколения политиков в родне, туда пройти довольно сложно бывает. Другие партии, более либеральные, более левого толка, они несколько прозрачнее для этого, и особенно партии, которые растут в последние годы, у них, конечно, больше возможностей, в них больше возможностей пробиться наверх и участвовать в первых рядах в политических баталиях. А совсем недавно появившаяся партия в парламенте, радикальная партия АФД, они каким-то образом в этой области отличаются от традиционных парламентских партий? Потому что у нас в Латвии каждым выбором в СЕИМ появляются новые радикальные партии, которые созывают всех, кто еще остался в этой стране, для того, чтобы быстро-быстро набрать количество людей. И поэтому все-все-все приходите к нам, и это, как правило, ресурсов мало, а партий все больше. Поэтому здесь довольно легко вдруг проникнуть чуть ли не в правление партии. Эта радикальная партия каким-то образом меняла свое отношение к, скажем, к рекрутированию членов партии? Однозначно. Прежде всего, АФД изначально работало на тех страхах, конфликтах, которые наши русскоязычные сограждане привезли с собой из места происхождения, то есть социализации своей. Это неприязнь инакова, это гомофобия, это ксенофобия, это страх перед неизвестным, перед Европой, перед исламом. И вот играя на этих нотках, АФД очень много наших сограждан, русскоязычных сограждан привлекло в свои ряды, в том числе в прошлом составе Бундестага, было всего два представителя русскоязычных в Бундестаге, это оба были члены АФД. Соответственно, да, для них были созданы определенные условия, им помогли, так сказать, и повестка помогла привлечь русскоязычных избирателей, но, как мы видим сейчас, это уже теряет актуальность, и после кризиса 15-го года, когда много беженцев приехало буквально за полтора года в Германию, это действительно вызвало какие-то страхи в людях. Сейчас эта тема понемногу ушла на второй план, и, соответственно, внимание к этой партии тоже, в том числе среди русскоязычных, оно снизилось. Страхи и конфликты, только что упомянул Юрий. Насколько я смог следить за последними четырьмя днями, за выступлениями коллег из Германии, Михаил, ваша тема как раз и является конфликты и страхи в рамках проекта, в котором вы участвуете. Могли бы вы упомянуть те страхи и конфликты, может быть, небольшой список, которые характерны не только мигрантским сообществам в Германии, но и так называемому большинству немецкого общества? В этой связи там можно назвать некоторые вещи, как те же самые беженцы, которые создают страхи у большинства, так называемой majority, то, что поднимаются под немцами, но также иммигрантское сообщество говорит в контексте наших форматов, что да, и даже они, кто сами мигрировали туда, они тоже имеют страх перед теми, которые приехали туда в 2015 году и до сегодняшнего дня пребывают. То есть, некоторые солидарность отсутствуют? Солидарность есть, но есть также опасения в группах, что сейчас туда люди приезжают неконтролируемо, кто это такие, представляют ли они опасность для общества, и как бы, если они, например, из тех же самых стран прибывают, как и люди, которые там живут по 20-25 лет, 30 лет, что некоторые боятся, что из-за некоторых людей, которые, может быть, криминальную какие-то активность имеют, что это будет рефлектироваться на всю группу из тех же стран, там, Ирак, Афганистан, и тогда это будет обобщаться, и это приведет к дискриминации, расизму и, опять же, опять внутренних конфликтных ситуациях в обществе. Есть очень интересное понятие, которое я бы хотел коротко перед нашей паузой объяснить нашим радиослушателям. В профессиональном жаргоне, если мы говорим о стабильности демократии, есть понятие «бевекли химита» или «сумнящиеся», или «неопределившиеся», но это как бы люди, которые традиционно живут в Германии, это этническое и культурное большинство. Что же их пугает? Вот опыт вашего проекта, что показывает? Опять же, их может пугать многие вещи, которые меняют общество на данный момент, я уже упомянул беженцы, но это также может быть и климат, опять же, все, что связано с потеплением, которое у нас очень важная тема сейчас в Германии. Это может быть язык, немецкий язык, который меняется и который становится то, что называется гендеризированным, что меняется грамматика, как правописание этого языка. И это «бевекли химита», которую вы упомянули, именно она говорит с одной стороны, мы понимаем, что это надо делать, что эти изменения в обществе, они нужны, но с другой стороны, они скептично смотрят на темп, который… Слишком быстро. Слишком быстро, может, это для них происходит, и методами они не соглашаются, которыми это делают, и поэтому они находятся все время в этой середине, между двумя позициями, «за» и «против», и не знают, какой позиции больше им тендировать. И еще один дополнительный вопрос, очень коротко. А есть ли пространство для выражения этих страхов, или это происходит, опять же, в старинном советском формате, на кухне? Нет, как раз этого мы хотим избежать, и мы пытаемся нашим проектом, который идет у нас, сеть компетентности в миграционном обществе, мы хотим им давать платформы в дигитальном пространстве и в присутствии, в группе высказываться и дебатировать на разные темы, чтобы они услышали друг друга, чтобы они могли понять, где есть точки соприкосновения, где они могли налаживать определенный контакт с оппонентами, где еще надо поработать, и как бы вообще эта платформа, чтобы они могли высказаться и выпустить пар, который накапливается в любом человеке, особенно в пандемии, и вот этим мы хотим это достичь. Понял. Но Федеральный союз называется Федеральный союз русскоязычных родителей. О родительских функциях и заданиях и политике вашего союза мы поговорим чуть позже, после короткого перерыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так вот, пожалуйста, Виктория, могли бы Вы вкратце рассказать, каким образом и почему Союз работает с родителями? Мы работаем со всеми представителями семьи, но родители – это более широкая группа. И родители с миграционным фоном, наша целевая группа – это родители из постсоветского пространства, в процессе интеграции тоже сталкиваются с разнообразными проблемами, языковые сложности, интеграционные моменты, другие структуры, другие механизмы работают в обществе. Мы тоже помогаем понять, какие процессы происходят в обществе, в системе образования, что очень часто волнует родителей, потому что системы образования Германии и тех стран, из которых родители приехали, отличаются достаточно сильно. И не понимая, как и что функционирует, очень сложно выбрать правильный путь или помочь своему ребёнку выбрать правильный путь в рамках образования. Разнообразные, очень разнообразные темы волнуют родители, и мы помогаем в них разобраться. Это и гражданское участие, и гражданское просвещение, как говорили мои коллеги. И так как мы союз русскоязычных родителей и объединяем организации, родительские общественные организации со всей территории Германии, то все темы, которые волнуют и с которыми сталкивается семья русскоязычная, приехавшая жить в Германию, это темы нашего проекта. Благодарю, у нас появился первый звонок. Надеваем наушники. Подождите секундочку, сейчас наши коллеги наденут наушники. Пожалуйста, повторите ваш вопрос. Вопросы взрослые, они молчат, они им ничего не говорят, но ведь дети слышат дома разговоры коренных немцев о том, что понаехали тут и такие-сякие, пятое-десятое, высказывают детям вашим, могут и побить, могут и гноить в школах. Вот как с этим вопросом вы справляетесь? То есть вопрос моббинга, да? Спасибо большое. Да, ну вот вопрос радиослушательницы, кто хотел бы ответить. Вы знаете, я могу такое сказать, что даже и в русскоязычных семьях, будем говорить так, не идеализировать ситуацию. Вот то, о чем сегодня мы уже говорили, мои коллеги, мы все мигранты, но даже у одной группы мигрантов по отношению к другой группе мигрантов тоже могут быть ксенофобские некоторые установки и представления. Но с нашей точки зрения здесь как бы есть два пути. Есть путь, когда есть какие-то конкретные ситуации, которые являются следствием этого, да, там тот же моббинг в школе. Для этого существует в Германии определенный механизм, кому обращаться, кто за это отвечает, за разрешение таких ситуаций. А вот что касается, собственно, нашей работы, наша работа – это профилактическая работа. Мы как раз занимаемся тем, чтобы, скажем так, помешать, я не знаю, или, так сказать, предотвратить развитие подобной ситуации в наших семьях. Не только в русскоязычных, а вообще в семьях, мигрантах разного рода, потому что, ну, и что там греха таить, и латентный антисемитизм, и ксенофобия, и еще разные проявления фобий разных, конечно, многие дети получают в семьях. И поэтому наша целенаправленная работа ориентирована именно на представителей среднего поколения в семьях, именно мам, пап, бабушек, дедушек. И мы пытаемся спокойно, не эмоционально, на фактах, в рамках разных наших самых разных форматов и классических, и не таких классических тех, которые мы придумываем сами, но вести диалог, спокойный диалог, дискуссию, обмен информацией, чтобы вырабатывалась реальная картина у наших людей. Чтобы вот эта история, которую во многом и русскоязычные, еще раз повторяю, привезли тоже в Германию, не все, я не могу, так сказать, обобщать это и говорить про всех, но тем не менее, конечно, мы привезли много очень хорошего, среди нас есть замечательные педагоги, представители разных профессий, собственно, те люди, которые и создают все эти родительские организации в разных городах Германии, но мы привезли как наследство нашей прежней жизни и какие-то вот весь сон, все эти многочисленные фобии тоже. Поэтому помогаем, объясняем, разъясняем механизмы работы с этой ситуацией в каждой федеральной земле, в Германии в целом, а с другой стороны пытаемся вести профилактическую работу, чтобы этого не случалось или как можно меньше случалось, и даем в этом смысле какие-то горизонты именно знаний для разрешения этих ситуаций в нашем семье. Обобщая, насколько я понял, получается, что одним из основных факторов успешной интеграции является наличие политической воли в стране, эта воля должна так или иначе артикулироваться в публичном пространстве, далее это общественные организации, которые являются своеобразными посредниками, далее это целый ряд педагогических инициатив и программ, это работа с семьей. Второй в Латвии из всего названного, мне кажется, отсутствует почти все, за исключением талантливых педагогов, умных детей, но у нас отсутствует политическая воля для интеграции, она маргинализирована максимально, и на фоне националистического правительства, которое существует более 30 лет и не меняет свой дискурс по отношению к русскоязычным, мы видим целый ряд, скажем, явлений отчуждения определенной части населения от идеи принадлежности к обществу, от гражданского участия и так далее. Иными словами, по моему мнению, мне кажется, что идея политической нации в Латвии, ее просто запили в шкаф или сдали в архив за ненадобность, хотя на самом деле она очень нужна. А каковы ваши впечатления от этих четырех дней? Потому что вы приезжаете не первый раз, вы можете уже определить, как говорят врачи, динамику. Каковы ваши наблюдения? Ну, если вот я, пожалуй, первый попробую ответить. Ну, во-первых, я хочу сразу сказать, что мы не собираемся никого, как бы сказать, поучать. И понятно, что мы, Германия и Латвия в Европейском Союзе, но у каждой страны есть свои особенности развития. И если у Германии, даже несмотря на, так сказать, самые мрачные страницы XX века, все-таки есть определенный опыт истории развития демократии, даже с этим мощнейшим провалом в период национал-социализма, то, конечно, Латвия – это молодая в этом плане страна, и здесь гораздо больше времени и гораздо больше усилий нужно для того, чтобы возникли институты устойчивой демократии. Я бы так сказал. У нас, вот у меня впечатление такое, я действительно за последние годы приезжаю и общаюсь с разными людьми, и с педагогами, и с музейными работниками, и с представителями некоторых общественных организаций. Мне кажется, что все-таки определенная эволюция, может быть, она не такая быстрая, как многим хотелось бы, она все-таки постепенно наблюдается. И в этом смысле у меня большие надежды с молодым поколением связаны, поскольку они уже больше ездят по всему миру, они больше бывают в разных европейских странах, очень много молодых ребят через свои школы, через какие-то свои организации участвуют в разных проектах. Мне кажется, вот это вот изменение сознания, изменение отношения ко многим основам демократии, потому что, вот вы правильно сказали, что, конечно, определенный скепсис, даже бы сказал, очень серьезный. Мы боремся в Германии, собственно, это наша задача во многом преодоления скепсиса по отношению к институтам демократии со стороны людей из постсоветского пространства. Да, в общем-то, мы работаем с другими диаспорами, это общая проблема. Я думаю, что даже и у тех, кто жил в Германии испокон веков, это тоже сейчас очень серьезная проблема преодоления этого скепсиса. Но здесь, в Латвии, наверное, надо все это умножить на три, а может быть и на десять. И мне кажется, что вот подобные проекты или подобные конференции или подобные встречи – это вот те самые крупицы, которые шаг за шагом, я понимаю, что хотелось бы быстрее, повторяю еще раз, но мне кажется, по-другому не будет, но они меняют вот этот общественно-политический ландшафт в Латвии. Поэтому я настроен очень оптимистично. Понимаете, даже сам повод, по которому мы прежде всего обсуждали, центральная тема нашей конференции последних четырех дней – создание дома храбрости, то есть дома гражданского просвещения, это организации, или это не помещение, это именно организация, это место, где на регулярной основе встречались бы люди разных взглядов, разных убеждений, вырабатывали бы какую-то общую стратегию развития своей родной страны, на этой базе бы сближались представители разных национальностей, разных политических партий, создавались бы какие-то новые, свежие, новые общественные организации, которые не разделялись бы по принципу латышские общественные организации, русскоязычные общественные организации, а как раз пытались бы соединить все самые лучшие творческие, а в Латвии они, несомненно, есть, я бы даже так сказал, здоровые силы этой страны. Поэтому мне кажется, идея замечательная. Кстати, хочу сразу сказать, что вот в таком количестве мы, наверное, первый раз здесь вот именно таким составом, и на моих коллег, они сами скажут, произвел громадные впечатления и музей Жани Солипки, и его замечательный коллектив, который ведет просто подвижническую работу, и мне кажется, это вот, если общаешься с такими людьми, если слушаешь какие-то их идеи, то, во-первых, мы со своей стороны готовы этим идеям как можем помогать, и тот, может быть, мы сами учимся каждодневно, мы сами, 12 лет работает наша организация, мы еще сами в процессе обучения, но тот какой-то, может быть, уже опыт, который у нас собран, мы от всего сердца готовы, так сказать, подарить и каким-то образом содействовать появлению дома храбрости здесь, в Германии. Поэтому при всех сложностях, скажу так, а я их вижу, эти все сложности, я вижу, что здесь масса камней преткновения, скажем, здесь много очень пока на эмоциональной основе, вот это вот неприятие позиции другого человека, здесь много замешано на обидах 30-летней давности, которые еще, к сожалению, очень живы, а может быть, даже на обидах еще более дальних по времени, скажем, если посмотреть историю 20 века. Но при всем при этом я все-таки очень надеюсь, тем более это и моя родная страна, и мой родной город, и мне бы очень хотелось, чтобы в этом смысле было продвижение. Понимаете, я последнее, что хочу сказать. Для меня всегда Латвия и Рига – это был пример того, как самое интересное, самое творческое, самое передовое появляется в стране. И так было, так было много лет. Так вот, я бы очень не хотел, чтобы Латвия в худшем смысле слова, ничего не имея плохого против слова провинция, но в худшем смысле слова провинция анализировалась. Да, чтобы не произошла некоторая стогнация. Поэтому думаю, что во всем случае мы вместе с музеем на правильном пути. Расскажите, чем вы занимались эти 4 дня? Каков был продукт, результат вашего визита, вашего экспертного визита? Да, ну, задача вообще у нас стояла передача опыта, опыта большой общественной организации, которая занимается гражданским образованием очень профессионально. И давно передача этого опыта коллегам, которые только начинают этим заниматься. И, конечно, было сложно, потому что изначально есть разные условия в Латвии и в Германии для того, какой работы в Германии действительно, как ты, Денис, правильно сказал, есть и политический интерес, есть общественный интерес для вовлечения всех в жизнь общества. И есть, конечно, очень развитая сетка общественных организаций, которой, как я понимаю, здесь еще такой нет. И на самом деле занимались мы по разным вопросам и по вопросам возможной организации такого института, этого дома мужества, и какие возможные направления по содержанию возможны, и какие методы и форматы работы, которые мы уже испробовали. У нас есть очень хорошие примеры, есть, конечно, примеры, которые у нас не получились. И поэтому делиться с коллегами – это было большое удовольствие, потому что мы понимали, насколько этот дом мужества важный. И чем мы занимались еще, что я бы хотела сказать, это то, что мы видели на протяжении нескольких дней, большое количество разных инициатив, инициатив гражданского общества, которые рассказывали про свою работу во время пандемии, в контексте прав человека, в контексте работы с ЛГБТ-сообществом, и сложилось действительно впечатление, что такие инициативы есть, они хорошо работают, и есть некий левиафан, некое государство, некая политика, политики, которые каким-то образом в этом не участвуют. И сложилось действительно впечатление, какого, может быть, даже недоверия к друг другу, где нету точек-точек соприкосновения, есть какие-то взаимные ожидания, возможно, те же самые страхи и конфликты, о которых говорил мой коллега. И вот эта идея дома мужества на основе философии Жанни Салипки, его подвига и всех тех ценностей, которые этот музей-мемориал институционализирует, это, возможно, действительно то место, в котором такой диалог возможен. И я думаю, что если мы своим опытом как-то могли этому поспособствовать и будем способствовать, наполняя его содержание вместе с коллегами, то это отличная идея, как начало такого большого процесса создания гражданского общества в Латвии тоже. И продуктом вашего обмена опытом будет стратегия дома мужества, насколько я понял? Да. Стратегия дома мужества – это создание даже очень конкретно определенных методических материалов, которые дом мужества может потом воспользоваться для поиска финансирования, для налаживания контактов, коопераций не только на национальном уровне, но и на межнациональном уровне, на европейском уровне. Работы непосредственно с целевой аудиторией, с которой хочет работать мемориал, и действительно конкретные практические примеры, как это можно реализовать. У нас осталось буквально несколько минут до окончания нашей беседы, поэтому я хотел бы попросить каждого из вас, может быть, в формате опроса, если так можно выразиться, очень коротко посоветовать нашим радиослушателям, так как вы приехали обмениваться опытом, значит, вы могли что-то и отдать нам, оставить здесь в Латвии. Очень многие в латвийском обществе и среди русскоязычных, и тоже довольно много, не верят в возможность изменения окружающего мира и не видят причин для участия. Вы на протяжении 10, а то и более лет объясняете, мотивируете, пытаетесь преодолеть этот скепсис. Очень коротко, буквально в форме тезиса или такого лозунга, почему необходимо идти и участвовать? – Я постараюсь очень коротко, но самое главное, понимаете, мы ведь эту организацию создали снизу, что называется. Мы были еще вчера, ну не вчера, там лет 15 назад, мы были просто люди с улицы, у каждого из нас был какой-то свой путь в Германии, и вот так сложилось, что мы создали общественную организацию. Я хочу это сказать к чему. Мне кажется, что и поставили перед этой организацией амбициозные цели, и создавали федеральную организацию, которая объединяла бы очень многие организации по всей Германии. То есть, в общем, когда слышали наше представление, нашу мечту когда-то, люди думали, что это все какие-то утопические вещи. Тем не менее, мы создали такую организацию, она 12 лет работает, активно работает, на федеральном уровне, мы являемся официальным представителем русскоязычных диалогов с федеральным правительством. У нас совершенно потрясающая команда, и главное, мы видим глаза людей, которым мы помогаем, что для нас очень важно. Поэтому не бойтесь самых амбициозных мечтаний, не бойтесь самых амбициозных идей, самое главное, пытайтесь их реализовать. В Германии тоже никто нас не ждал, но мы все-таки это сделали. Благодарю. Виктория. Мы работаем с родителями, и мне кажется, я буду права, если скажу, что все родители хотят, чтобы жизнь их детей была в чем-то немножко лучше. И чтобы так и было, значит, нужно, чтобы родители стремились создать лучшие условия, лучший мир для своих детей и вместе со своими детьми. Михаил. Мне кажется, что что-то делать, это звучит так, что надо именно активно сейчас что-то пойти и сделать, и сразу этим действием что-то изменить. Я думаю, если просто даже вот сказать, высказать свои страхи или вот то, чего ты боишься, или где ты видишь конфликты, это уже определенная активность. Может, она в этот момент пассивная, но ей уже можно, это первый шаг того, чтобы что-то изменить в обществе, и это второй шаг уже может быть более активным и более… И так это все начинается. Юрий. В последние дни из выступлений на конференции, из бесед, я услышал, я понял, что вот эта пропасть, существующая в Латвии между двумя обществами, можно сказать, она огромна, и эту проблему не изменить просто политической волей. Даже политической воли не хватит, чтобы преодолеть эту пропасть. Соответственно, мне кажется, надо начинать маленькими шажками, идти навстречу друг другу там, где это возможно. В том числе в общественных организациях гражданского общества, работа во благо своих сограждан, это те шажки, которые можно делать вне зависимости от наличия политической воли. Благодарю, и мы завершаем этот цикл, Ксении. Да, демократия живет от участия всех, демократия, как мы сами знаем, понимаем прекрасно, это большая ценность общечеловеческая, европейская, немецкая, латышская и неважно какая, и которая была достигнута очень трагическими путями. Поэтому несем мы ответственность за это, и эту ответственность мы можем нести, конкретно участвуя и не будучи равнодушным. Благодарю. Не быть равнодушным, участвовать, верить и мечтать, это те темы, о которых мы сегодня рассуждали в контексте гражданского общества и в Латвии, и в Германии. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех участников сегодняшней дискуссии, представителей Федерального союза русскоязычных родителей Германии. Спасибо за то, что нашли время в очень интенсивном графике. Я желаю вам доброй дороги домой, успеха в вашей тяжелой работе. Благодарю также наших радиослушателей за комментарии и вопросы, и моего коллегу Евгения Копейна за обеспечение технической стороны нашего эфира. Мы встретимся с вами вскоре, через неделю. Большое спасибо и до свидания. Спасибо. Радио Болтком